Здорово, отец. Один за одним радуют нас каждым днём после серых будней зимы. Ну, а сегодня мы с вами поговорим о новой информации о грядущем обновлении фракции Вальбион Онлайн. С нами разработчики поделились инфой о том, как будет работать система рангов, как они будут апаться, что они будут давать, как будут набираться очки, на что их мы сможем потратить. И обо всём этом я вам расскажу сегодня. Перед тем, как мы начнём, не забывайте поддержать мой контент лайком. Также не забывайте подписаться на канал, красная кнопочка, чтобы не пропускать новые видео. А также не забывайте писать комментарии. Пишите, что вы думаете о грядущем обновлении фракций. Ну, а мы переходим с вами к обсуждению новых механик. Поехали! Итак, в прошлый раз разработчики поделились с нами информацией более общей о том, как будет работать система захвата территорий, как будут работать эти фракции. А сейчас уже более детально рассказывают о новой механике. На самом деле она не такая уж и новая. Концепция взята из ежемесячных наград, которые вы сейчас получаете, если у вас активирован премиум. И по итогам ежемесячного испытания вы сейчас получаете рамочку и тематического маунта, который соответствует текущему испытанию месяца. Примерно такую же систему разработчики решили взять и в фракционных войнах. И теперь каждая фракционная война поделена на сезоны, которые длится ровно месяц. Будет добавлено специальное меню. В этом меню вы сможете посмотреть, какого ранга вы добились своей конкретной фракции. Также вы сможете отследить, сколько именно очков вы получаете, находясь в своей фракции. И здесь есть интересный балансный момент. Если вы находитесь во фракции, которая занимает позицию ниже, чем остальные, то у вас будет довольно неплохой бонус процентный по получению очков, воюя за эту фракцию. И, например, если вы будете переходить из фракции, которая на топовом уровне, которая держит большинство территорий, вы будете не терять часть своего ранга при переходе в эту фракцию, которая находится на более низких позициях. И наоборот, если вы играете на более низких позициях, там, фракции, например, Лимхерста или какого-нибудь, не знаю, там, Фордстерлинга, который на низких позициях по рангу, если вы будете переходить в более крутые какие-то фракции, которые захватывают каждый день кучу территорий, вы будете терять все свои ранги, и это будет не круто. Что такое ранги? Ранги вы получаете за участие в этих всех активностях, там, захват фарпостов, отхват территорий, в общем, за фракционные сражения на Королевском континенте. Есть всего несколько рангов, и причем первые какие-то ранги, да, там, солдат, рекрут и так далее, они примерно одинаковые, но более высокие ранги, там, капитан и так далее. Как утверждают сами разработчики, их будет довольно трудно получить, и при этом они будут давать какие-то дополнительные бонусы по заработку очков, и при этом нужно будет еще их удерживать, что будет тоже довольно трудно. Награды будут как и за, соответственно, испытания, да, то есть у вас будут 4 сундучка, разделенные на каждую неделю вашей активности, и итоговая награда, которая будет выдаваться по итогам каждой сезонной войны фракций. Выглядит эта менюшка таким вот образом, я думаю, что опытные игроки уже поняли, что к чему. Радует также, что будет добавлен отдельный рейтинг, отдельный рейтинг для тех, кто участвует во фракционных боях, и по этому рейтингу можно будет посмотреть, у кого самый крутой ранг, кто больше всего участвует во фракционных активностях, и кто наиболее круто зарабатывает фракционные очки. Ну, прям по никнеймам, как по инфейму, например, или по славе, или по серебру, будет отдельный рейтинг для всего этого действия. По-моему, это очень круто. По поводу наград. На что мы сможем тратить эти очки фракций, которые мы с вами будем зарабатывать? На самом деле, я думал, что они добавят больше каких-то фракционных плащей. Я вообще думал, что будет новый тип фракционных плащей для каждой фракции, но нет, плащи остались прежними, поэтому фракционные очки, которые мы зарабатываем, мы будем тратить, как я понимаю, на эссенции опять, на те же самые плащи, то есть в зависимости от тира, плаща для его деталей, мы будем тратить определенное количество этих очков фракции. И плюсом еще добавляете ко всему этому такую возможность, как покупку новых маунтов. Они добавляют новых маунтов, при этом старых маунтов, которые сейчас 5.1 за каждой фракцию, они усиливают для того, чтобы была больше мотивации формить фракционные очки. Новые маунты — это Т-8 маунты с боевыми скиллами. Для каждой фракции этот маунт свой, и, например, маунт, который, давайте по очереди, да, элитный вепрь будет доступен для участников города Лимхёрст. При покупке этого вепря это все Т-8 маунты. Вы получаете две способности. Это рывок вперед, который наносит урон врагам, и который без маунтов, соответственно, пешим врагам, и отбрасывает их назад. Второй скилл — это живучесть. У каждого фракционного маунта есть два скилла. Первый, по сути, это, знаете, такой аналог плаща. Ну, в общем, оно у всех одинаковое, то есть вы просто спешиваетесь с маунта и даете огромный скилл по площади. И внутри этого скилла происходит какой-то эффект, исходя из того, какой фракции у вас маунт. А вот первый скилл у каждого маунта разный. Так вот, у вепря это обычный натиск, когда вы бросаетесь своими вот этими рогами-клыками вперед и по пешим войскам наносите урон и отбрасываете их назад. Второе у люмхерстового маунта — это фракционный навык «Живучесть вепря». Мы спешиваемся, ставим флаг, и мы призываем в эту область, такую отхил, такой хп, короче, будет регениться, массовое исцеление, как называют его разработчики. Следующий — это фарококос. Фарококс никогда не мог произнести русскую версию этого маунта. В общем, маунт «Бриджвотча», птица такая. Мне кажется, не очень полезный маунт по сравнению с другими. Ну, пишите в комментариях, какой вам маунт больше всего нравится. Итак, первый скилл у него — это рывок в указанном направлении, после чего он может делать еще один рывок. То есть он просто делает рывки, чтобы избежать каких-то атак. Ну, для перевозки может быть и окей, но после, не знаю, там, вепря, который может на ЗВЗ заехать там и откинуть врагов, ну, такое, согласитесь. Фракционный навык «Дыхание пустыни». То же самое. Мы спешиваемся, делаем область и наделяем всех союзников бонусом к скорости передвижения. Вот это уже намного лучше, но дальше будут маунты намного сильнее. Мне кажется, что вот «Бриджвотчевский» отстает по силе. Это элитный маунт города Мартлока. Значит, обычный навык у него будет. Уменьшает получаемый урон на протяжении поддерживаемого навыка. Это такой, знаете, баран. Вот, он включает свой навык. И, собственно, уменьшает полученный урон при поддержке этого навыка. И затем наделяет бонусом скорости передвижения в зависимости от количества полученных ударов. Ну, тут спорно. Со временем, наверное, игроки просто будут игнорировать данного барана и не будут в него бить. Поэтому такое. Не знаю, насколько хорошо будет работать этот скилл. Ну и фракционный, конечно же. Опять мы спешиваемся, ставим флаг. И в области этого флага мы наделяем всех союзников бонусом к максимальному здоровью. Согласитесь, вот это в рамках ЗВЗ намного круче буст, чем у того же Фаракокса. И дальше мы идем. Следующий это маунт города Тетфорд. У него обычный скилл. Это мы сбрасываем кожу, чтобы снять любые негативные эффекты. Ну, это ящерица, которая бегает. Тоже спорный момент, но намного лучше, чем просто рывок у Фаракокса, как мне кажется. И фракционный скилл ловкость рептилии. Мы опять спешиваемся, наделяем всех ближайших союзников бонусом к скорости, атаке и урону. Просто, блин, типа... Ну, вот серьезно, если сопоставить этих маунтов, тут же очевидно преимущество каких-то бафов над другими. Ну да ладно. Идем дальше. И финальный маунт. Это Форд Стерлинг. Зимний маунт. Медведь. Медведечка. В общем, обычный скилл у него — это пассивка. Пассивка, которая накладывается с каждой атакой, после чего активируется зов зимы. То есть вас начинают дамажить, у вас настакивается этот зов зимы, и в зависимости от этого у вас после полученных атак увеличивается скорость передвижения, и вы начинаете замедлять врагов в зависимости от количества зарядов, которые вы накопили. Выглядит это как такая пурга по области. И фракционный навык — это морозная защита. Опять мы спешиваемся, втыкаем свой флаг и по области наделяем всех союзников в радиусе действия бонусом к защите. Как по мне, самые сильные маунты — это Медведь Форстерлинга. Очень неплохо работает, как мне кажется, Ящерица, которая дает скорость атаки и бонус к урону. Это тоже довольно неплохо. Ну и первый, конечно, это Лимхёрст, который дает просто отхилл по области. В ЗВЗ это всегда роляет. Самым слабым я считаю фарококоса, потому что, блин, типа, камон, скорость передвижения, когда вы деретесь в узких пространствах каких-то, в основном за форты, это не очень хороший скилл. Но это мое мнение пока что. Пишите, что вы думаете. В общем, как-то так будут работать фракции, ребят. Сразу скажу о том, что, как мне кажется, это все равно крутой контент. Жалко, что они не добавили чуть больше вариативности в покупке. То есть могли бы еще с этим обновлением завести каких-нибудь новых плащей, которые могли бы одевать, например, те, кто достиг максимального ранга и удерживал его в течение месяца. Там какой-нибудь генерал Капрал, какой-нибудь элитный плащ Форд Стерлинга, который там в два раза больше давал бы бонусов. Но, увы, мы получили только новых маунтов Т-8. Не знаю, насколько круто они будут заходить в рамках этих сражений, потому что и так есть очень много каких-то маунтов боевых, которых можно также использовать в рамках сражений за фракции, особенно у каких-то крутых гильдий, которые, возможно, в межсезонье тоже будут участвовать в этих войнах. Прикольно сделали с рангами, то есть это полноценная система, полноценная страничка, где мы можем с вами отслеживать свои успехи, успехи других фракций, смотреть, кто сейчас лидирует по занятым территориям и по очкам. Также смотрим, сколько по процентам мы заработали, по процентам мы зарабатываем очков, находясь в той или иной фракции. Ну и эта система, она подразумевает то, что каждый игрок реально будет выбирать свою фракцию и топить за нее до последнего. Мне очень хочется уже в это обновление поиграть, я планирую делать стримы, где я буду собирать своих каких-то зрителей и идти с ними в рейды. Другие стримеры, я буду думать, делать будут абсолютно то же самое, можно будет устроивать битву пяти воинств, когда пять блогеров сражаются между собой. Ну и в конце разработчики снова намекнули нам на новую фракцию, о ней разговор пойдет уже в следующем их дневнике. И это, скорее всего, как я и предполагал, фракция Корлеона, фракция Черного Рынка, как мне кажется, потому что одежда вот этого вот НПС, которая отвечает за рекрутинг в эту фракцию, он максимально похож на тематику Черного Рынка, который располагается в Корлеоне. А также они сказали, что будет помимо всего, что мы получили из предыдущих дневников и из этих дневников, какое-то постоянное событие в красных зонах, скорее всего, оно будет связано именно с новой фракцией. Интересно будет, какой будет геймплей именно у нее, потому что я хочу прям вот за нее, наверное, топить. Она кажется наиболее интересной, интересно, что там будет за награды, хотя, может быть, какие-то вот лютоволки, которые стояли рядом с вот этим вот Неписем. Ну а с вами был Дэйв Джонс, надеюсь, вам было интересно узнать о том, что грядет в новом обновлении. Не забывайте поставить лайк Деду, не забывайте подписаться на мой канал, Дед это я, если что. Ну и пишите, что вы думаете о новых маунтах, за какую вы фракцию будете топить. С вами был Дэйв Джонс, увидимся. Пока, ребята. Бэм!